Всем привет, вы на канале СуперКит. Пару видео назад на обзоре был адаптер-переходник из USB 3.1 для M.2 NVMe SSD с интерфейсом подключения PCI-Express. Порты USB обратно совместимы, а максимальный порт, куда я мог подключить такой переходник, был USB 3.0. Таким образом, максимальная пропускная способность была ограничена этим стандартом. Кому интересно обзор того, как это все работает, то данное видео будет предложено в конце этого. Еще при заказе того переходника, мне были интересны его реальные скоростные показатели. Поэтому я заказал вот такую плату расширения из PCI-Express X4 в USB 3.1. Тот USB 3.1, у которого пропускная способность составляет до 10 Гбит в секунду, что в два раза выше, чем у USB 3.0. Данный адаптер приехал в коробке с уже прикрученной планкой для стандартных корпусов, а также с дополнительной низкопрофильной. У него доступны два порта, один стандартный, а второй Type-C. Также в комплекте винтики и компакт-диск с драйверами. Разъем PCI-Express X4 длиннее, чем PCI-Express X1. Поэтому обратите внимание на то, чтобы не оказалось, что устанавливать данное устройство попросту некуда. У меня на плате нет PCI-Express X4, зато есть PCI-Express X16. Поэтому буду устанавливать сюда. Так тоже можно делать. При включении компа система обнаруживает новое устройство, но моя 7-ка не подтягивает дрова автоматически. И именно здесь самое время вспомнить о моем собранном из кармана для DVD-привода, из самого привода от ноутбука, внешнем DVD-приводе, в который я и буду вставлять диск с драйверами. Дрова без проблем прочитались и установились. После этого в диспетчере устройств видно установленное устройство, и я побыстрее перехожу к тесту. Вообще, подойдя к этому моменту, наверное, самое время сказать о некоторой инфе из инструкции. Заявлена работа только с Intel, но это, конечно, из разряда шутки. В инструкции на картинке, чтобы вставить данную плату с портами USB 3.1, зачем-то открывают крышку не с той стороны. Ну а теперь более серьезные вещи. На XP и Vista данное устройство будет работать только как USB 3.0. На вин 7, как вы уже могли видеть, все будет работать только при обязательной установке драйверов. А начиная с вин 8 и выше, никаких драйверов доустанавливать не придется, так как винда уже имеет встроенные драйверы. Длина удлинителя не должна превышать 1 метр, чтобы USB 3.1 мог корректно работать. На алике в описании продавца указано, что на каждый из портов должно при необходимости поступать до 2 А, но в инструкции такого подтверждения не нашел. На самом переходнике есть зеленый индикатор работы, более ничего другого характеризующего работу не наблюдается. И вот я уже подготовил программы и разложил по экрану окна, и тест показал обычные скорости для USB 3.0. Это все так, потому что я не сделал перезагрузку компа. А как оказалось, нужно было. После перезагрузки вновь запускаю тест и видно уже совсем другие скорости. По традиции в CrystalDiskMark я делаю замеры с помощью файла разного размера. Это в очередной раз доказывает, что разницы для теста это не имеет. Ну и скорость чтения с помощью программы HD-Tune. Согласитесь, эти скорости поинтереснее, чем в обычном USB 3.0. Хотя, к сожалению, нет даже двукратной разницы. А ее я как раз и ожидал. Раз уж пошла такая пьянка, то подключу и свой внешний USB 3.0 SSD, собранный из кармана и МСАТО SSD. Такой вот миниатюрный накопитель получился. Подробный тест также будет в предложенных видео в конце этого обзора. Подключаю. И тест. Но чудо не произошло и скорость ничем не отличается от теста через обычный USB 3.0. Скорость записи здесь ограничена самим SSD данной модели. Связано это с очень маленькой емкостью, всего в 24 гигабайта. И вот, вроде бы логическая цепочка действий подходит к концу и пора бы завершать видео. Но засела у меня озвученная фраза про то, что в версиях вин 8 и выше не нужен драйвер для главного гвоздя программы. Вообще, я пользуюсь вин 7 во многом потому, что у меня здесь много установленных нужных мне программ. И не хочется переустанавливать все это по новой. Вот и пользуюсь семеркой уже лет 5 так точно. Эта винда, на мое удивление, пережила две системных платы, три SSD и четыре проца. А также смену дискретного видео на интегрированное. И это все только мои комплектующие. А сколько было сюда еще разного подключено для всяких тестов? Можете представить, насколько влом мне переставлять винду. Тем не менее, для теста SSD M.2 Samsung PM981, который был совсем недавно, пришлось установить себе десятку с парой программ на отдельный старый винд на 80 гигабайт. Пользоваться так по жизни нет смысла, но мне ведь пользоваться и не нужно, сделал тесты и все. И вот, коль мне даже ничего сейчас не нужно дополнительно устанавливать, я и решил воспользоваться этой возможностью и подключил винд с десяткой, чтобы посмотреть что да как. При включении операционки действительно без проблем нашла новое устройство. И я решил сделать тест и мягко сказать офигел. Потому что в винд 10 мой новый USB 3.1 работал совсем по-другому. Скорости выше, чем те, которые я ожидал даже. Начиная углубляться в тест, я решил подключить USB 3.0 на моей системной плате и получил следующие показания. То есть в винд 10 скорость USB 3.0 у меня легко ушла за 400 мегабайт в секунду, в то время как пользуясь семеркой, я был уверен, что скорость USB 3.0 не достигает даже 300 мегабайт в секунду. Но с новым USB 3.1 портом скорость ушла вообще границей 800 мегабайт в секунду. Если честно, сказать что я офигел, это вообще ничего не сказать. То есть скорость работы USB 3.0 тупо зависит от версии винды, кто об этом знал. Я впервые об этом и вижу, и слышу. Просто ради интереса решил повторить тест своего внешнего SSD и понимая теперь новые пределы USB 3.0, я понимал, что скорость чуть ниже 400 мегабайт в секунду будет достигнута без проблем. Ведь именно такая скорость это максимум по чтению для данного 24 гигабайтного МСАТА SSD, который используется внутри кармана под него. Он просто больше не умеет. Правда, как и в вин 7, несколькими минутами ранее, скорость, что при подключении к USB 3.1, что при подключении к USB 3.0 была одинакова. Что вполне логично, так как ограничено контроллером USB 3.0 внешнего SSD. Только одинаковость совсем с другим потолком при этом. Вот такое обилие тестов получилось, но я специально не стал скрывать тесты в вин 7, чтобы показать разницу в скорости работы портов USB. Не исключаю, что вместе со мной много кто впервые видит такое. Раз уже есть в комплекте панелька для низкопрофильных корпусов, то почему бы напоследок не посмотреть, как это выглядит в соответствующем корпусе. Для этого перекручиваю пару винтиков и устанавливаю в слот PCI-Express X16, так же как и в предыдущем компе. Кстати, да, как видите, здесь стоит китайский SSD Rino, который я купил с полгода назад. Он прекрасно себя чувствует. Кто хочет посмотреть обзор его возможностей, все подсказки всплывут в конце этого видео. А тем временем я все установил. Вот так, очень даже миленько это смотрится в SFF в корпусе. Время не стоит на месте, так же не стоит на месте и развитие USB. Еще в 2017 году вышел стандарт USB 3.2, допускающий пропускную способность до 20 гигабит в секунду. А в августе 2019 года, совсем недавно, появился и USB 4. Пропускная способность новой версии протокола достигает до 40 гигабит в секунду. Конечно, чтобы это все дошло до конечного пользователя, то есть до меня с вами, понадобится время, причем немало. Но на лицо поговорка, совершенству нет предела. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч.